Привет, я Сеня Кайнов, и я хочу сегодня поговорить о том, каким бы был мир без денег. Мир без денег. Данный материал предполагает взглянуть на вещи с нового ракурса, на привычные вещи с нового ракурса. Некая фантазия на тему, что будет, если деньги изменят свой статус, если деньги займут несколько иное положение в нашем мире, в нашем офисе. Условное название «Мир без денег». Может ли быть жизнь без денег, может ли всё это общество органично без денег? Для начала, я думаю, что есть смысл ответить на вопрос, зачем нам это надо? Зачем менять что-то в том обществе, когда уже всё так классно выстроено, всё в таких рабочих диапазонах, всё работает шикарно. Зачем что-то ещё менять? Надо улучшать существующие, вводить криптовалюты, что-то ещё какие-то вещи делать. Мы отменять деньги за чай, мы нельзя, ну да. А если допустить? Ну, вернее, не если допустить, а как вариант? Если пойти от обратного, просто порассуждать, например, всё ли у нас в нашем мире, в нашей жизни, в нашей обществе современного, на всей планете, всё ли прекрасно? Ну, конечно же, нет. Сколько у нас проблем у общества? Огромная масса. И мы постоянно всем обществом, всем миром боремся, в отдельных странах каждое или совместно всем миром, с коррупцией боремся, с проституцией, с наркоманией, с терроризмом, с преступностью, там, с криминалом, с организованной преступностью, ну, в общем, со всей этой канительной. И, казалось бы, мы готовы всё поставить на карту, чтобы эти болячки уже как-то искоренить из нашего общества. И, там, смотрим на опыт соседей наших, там, как в Китае победили коррупцию, там, частично, полностью, или, там, да, какой опыт применить у нас здесь и так далее. Ну, давайте тогда себе ответим на вопросы, что порождает все вот эти вещи, которые я перечислил. Это самая преступность, там, ну, во всех ее проявлениях преступность, понятно. Что у нас является причиной появления всех этих негативных проявлений? Конечно же, деньги. В разной форме, в разном виде, но всегда это стремление наживы, малочности человеческое удовлетворение до ресурсов, до... даже не до ресурсов, а именно уже до денег. Деньги, дающие власть, но, соответственно, и за власть. То есть, давно на карте стоит первее всего, самым главным мотивом деятельности человека стоят обогащения. Все к нему на каждом на своем уровне, там, рвется, стремится, бежит, там, спотыкается. А что у нас, по сути... Но при этом, но при этом мы страдаем от этих недугов общества, которые я перечислил. Терроризм, преступность, проституция, коррупция. То, что, казалось бы, мы готовы искоренить просто очень решительным жестом. Ну, если представить на секундочку, что все государства всего мира договорились, или даже в рамках одного государства, в принципе, внутри государства договорились о том, что деньги, как таковые, выводятся из частного оборота физического лица. Ну, нет у тебя денег, все, тебе они не нужны. Деньги остаются лишь на внешних границах предприятий, возможно, внутри системы, для, как говорится, обмена, там, товара обмена, там, товара оборота, и по границам государства. А может быть, и вообще только по границам государства остаются деньги для взаимодействия с внешним миром. То есть, что-то импортировать, что-то экспортировать, что-то покупать, что-то продавать, но там, вверху. И это, по сути, деньги, которые, ну, имеют совсем другой статус, другое применение. Ими нельзя будет подкупить чиновника, им нельзя будет, там, подкупить, там, нанять, там, убийц, ими нельзя будет мотивировать физических лиц на определенную деятельность. То есть, это будут деньги, которые будут конкретно обмениваться по четким каким-то регламентам, там, товар, деньги, деньги, товар. Чтобы просто учитывать, соответственно, вот эти импортоэкспортные всякие, там, обороты между странами. А внутри страны все очень просто. Все как в наш добрый, там, коммунистический коммунизм пытались построить, что-то не дотянули. Кармаш, да, типа того что. То есть, все у всех есть, всем все доступно. То есть, вся внутренняя экономика, она перестает зарабатывать на гражданах. Она им дает необходимый максимум, прожиточный максимум, потому что, как бы, мы же все прекрасно знаем, что товаров разного вида, и продуктов питания, и народного употребления техника, там, какая-то, очень много уходит под пресс, уходит, там, выбрасывается. Ну, понятно, да, что избытак у нас, переизбыток, перепроизводство у нас всего на свете. То есть, по сути, по сути, если это все просто вот сейчас вывалит, граждане, нате, разбирайте, да. Ну, понятно, все там с горяча, там, понахапывают себе, там, все там. Будет дом, полная чаша, видеомагнитофоны, там, телевизор, всякая херня. Но это пройдет месяц, ну, два, ну, там, нахапывают люди себя, ну, и будут они сидеть на этих коробках, что ли, да нет. Они понимают, что все, ничего уже не изменится, все стабильно, все нормально. Технологии развиваются, техника новая появляется, держать все у себя дома, на всякий случай смысла нет. Ну, и все, вернули все обратно, себе взяли лучшее, что хочется, все. Больше даже нет времени тратить на производство какого-то товара низкого качества, ну, типа, бюджетный вариант. Нет никаких бюджетных вариантов, есть только один вариант, максимально качественный. Вот мы делаем, производим все, что можно производить, в чем мы являемся потребителями, там, от одежды, еды, там, до, там, космических кораблей. Мы делаем просто самого максимально лучшего качества, ну, всего вообще, да. И не надо тратить время, там, уже и силы, энергию на то, как продать товар, на маркетинг, на какие-то там уловки, на рекламу, на продвижение. Всего это не надо. Просто производится товар максимально эффективный, максимально качественный, максимально долгоиграющий, только для того, чтобы люди им могли пользоваться и получать от него, как говорится, максимум удовольствия и пользы. И не испытывать дискомфорта от того, что у нас какие-то оплаты, неоплаты не произошли вовремя, это принадлежит одному бренду, конфликты между, там, технологиями, это другому и так далее и тому подобного. То есть, вот этого всего не будет, этого не нужно. Зачем это лишнее движение, делить, да, между кем и кем, это я дал, нет, это я дал. То есть, внутри все по талантам, если ты человек, ты, ты, вот почему деньги изначально, там, назывались талантом. Они учитывать должны были таланты, человек. И согласно этому таланту, чем возмещать человеку, то есть, от проделанного им, в ответ ему, там, вот ты, там, красиво, что-то классное, там, профессионально изложил, сложил, сделал, построил, создал, да, вот тебе эквивалент, вот ты эквивалент твоему, твоему таланту, допустим, придумали деньги, чтобы вот они учитывают, вот, типа, столько-то ты стоишь, вот твой талант на этом этапе жизни стоит миллиард евро, к примеру, оценивается какой-то независимой комиссии, просто, там, берется человек, и, там, тестируется, там, каждый год, к примеру, и, каждый год ему, его эквивалент, его талант, талантов, он изменяется. Ну, естественно, в сторону, в массе свою сторону увеличения, потому что, ну, человек развивается за этот год, становится умнее, там, он, тем более, на это замотивирован, чтобы, соответственно, быть более развитым, более образованным, более понимающим, то есть, более талантливым. Его талант будет оцениваться, как раз, и в определенную энную количество, то есть, условных единиц денег. То есть, это не те деньги, которые ты, вот, взял и сразу же в чемодане положил, все, там, понес. Нет, это просто твой, как говорится, золотой запас, то есть, ты ликвиден на, там, определенную сумму. Кто-то на 100 тысяч долларов, понимаешь, кто-то на тысяч долларов, кто-то на миллиард долларов, потому что, ну, это стимул сразу развиваться, стремиться, стремиться быть лучше, быть интереснее, ну, к саморазвитию, это еще голимый стимул. Да, ты этой валютой можешь, как-то, видимо, оперировать, и в рамках этих денег, там, видимо, ну, вот этих, даже не виртуальных, вот этого номинала, ты можешь, там, устраивать свое благосостояние, там, уже, там, хотя это тоже какой-то формат, наверное, все-таки денег, но это, видимо, просто другой формат денег. А мы же начали говорить про то, что как может быть жизнь, если вот в человеческом общении наличных денег, как таковых, не будет. Не только наличных, а вообще денег для, между людьми, то есть, как бы, не должно быть. Тут, конечно, сплетаются, по-моему, уже две какие-то теории, но я, в общем-то, вот о чем хотел сказать. Когда, на секундочку представить, что уйдет, там, наркомания, уйдет коррупция, уйдет проституция, уйдет часть, львиная доля преступлений, уйдет львиная доля войн, потому что войны и битвы всегда были за ресурсы, за власть и так далее, за деньги. То есть, вот реально, вот, весь, в весе, ну, как бы, основной вот этот негатив, с которым борется все общество, да, скажем, будем с усилением сильнее, оно просто упразднится и перестанет существовать, как таковое, в принципе, если деньги, вот, выйдут на новый статус, то есть, только для внешнего учета каких-то, там, движений между, там, государствами, там, и так далее. Сейчас на ворот выходит. То есть, людей невозможно подкупать, людей невозможно мотивировать деньгами, соответственно, уходит автоматом коррупция. Люди перестают, исчезает необходимость добывать деньги нечестным путем, потому что деньги, в принципе, для ворота, для частного не нужны. Все есть, пожалуйста, иди, возьми, хочешь, там, еду, хочешь шубу, хочешь рубашку, там, сядь на машину, поедь. Не нравится машина, ну, уйди, там, хардшеринг для этого, кстати, тоже хорошая тема, да, то есть, платить не надо, машины стоят, какие хочешь, все хорошие, все хорошие. Плохих машин нет, не нужны никому бюджетные машины, все машины просто такие, какие хочется. Хочу машину летающую, которая работает не на топливе, не на бензине, да, которая получает энергию из атмосферы. Да, это возможно, пожалуйста, потому что, когда перестает быть, вот эта зависимость исчезает, защищает нефтяные энергетические ресурсы, удержатели, как говорится, нефтяных и газовых этих всяких земных ресурсов, отпадает необходимость притормаживать развитие прогресса, притормаживать в плане альтернативной энергетики. Они, наоборот, сами опираясь на те ресурсы, которые у них есть, институты, умы, мозги, да, и уже наработанные вот эти запасы, там, технологии, которые они скрыли до поры до времени, да они же тут же все это должны достать наружу. Все достанут, и сразу возникнет, ну, как бы, очень мощный скачок прогресса, потому что все технологии, они же уже давно есть, много всего есть. Что-то уже прорывается, уже накопилось столько много, что оно уже не удерживается где-то в кулуарах, оно там то тут, то тут, благодаря интернету, благодаря видеодоступного съемки, там, фиксации, там, каких-то вещей, технологии компьютеров, то есть все это разбивается молниеносно, и уже просто на уровне даже частного водового сектора возникают такие технологии по альтернативной энергетике, что просто ум за разом заходит, почему мы до сих пор не пользуемся благами, которые нам, мы сами же себе уже создаем. Но есть мотивация всегда это тормозит, мотивация мое, мои деньги, мои средства, мои ресурсы, я хочу, чтобы было так, как я хочу, и, соответственно, я ресурсы буду направлять на то, чтобы тормозить процессы, которые останавливают мое обогащение. То есть этот мотив уйдет, и, соответственно, ну, просто все начнется развиваться по природным законам, органично. То есть если нам дано складывать один плюс один и развиваться за счет этого, то мы должны тогда это делать и на этом, собственно, двигаться и, собственно, развиваться. Зачем мы тормозим себя? Почему мы прекрасно понимаем, что делают это индивидуумы, да, притормаживая процессы развития только в личных и меркантильных целях? Зачем? Почему? Почему общество молчит? Почему его это устраивает? Все же знают. Все же знают все. Ну, мало заблуждающихся. Ну, то есть только либо кто-то совсем не интересуется. Но в целом все все понимают. Все всегда могут показать пальцем, тыкнуть. Это он, негодяй, да? Но все почему-то то ли опасаются чего-то, а чего вы опасаетесь? Вы живете, по сути, один раз. Ну, не один раз, но помните только всегда только один раз. У вас не будет вчера и не будет завтра. Вам надо здесь пожить и сейчас. И что вот эта жизнь, вот в этом смиренном поклонении, там, богу рубля, что ли? Богу, блядь, доллара, что как бы ладно, мы как-нибудь проживем. А могли бы прожить не как-нибудь, а как надо. Интересно, вызывающе, захватывающе. Вот это была бы жизнь, наверное, да? Если бы так вот не укладываться в рамки диктуемых сообществом, обществом. А так, как вот хочется, как хочется. Это же Каев. Ты живешь так, как тебе прямо вот надо жить. Бежишь, кричишь, летишь, что угодно. Мир-то оказывается, блин, прекрасен. Да не оказывается, он великолепен и прекрасен. Посмотри, как классный он, детальный весь. Интересный, углубленный. Хоть вверх, хоть вниз, хоть в стороны вообще. Хочешь танцуй, хочешь рисуй, хочешь изучай, созидай. Можно за один отрезок жизни проживать не одну эпоху, там, не две, три, а двадцать в технологическом плане развития. Зачем? Когда никто не тормозит, когда мотивация всех на развитие. Да, может быть, такое общество сгорит быстрее в пламени. А может, оно и не сгорит, вернее, в пламени никаком. Только из внешних факторов. Ведь есть же в нашей жизни примеры того, как прекрасно, когда деньги у тебя не являются мотивирующим главным фактором. Где деньги участвуют только на внешних границах. Я сейчас говорю про обычную семью. Если это обычная, нормальная, нормальная, еще раз говорю с точки зрения морали этого же сообщества, семья, в ней нет меркантильности между ее участниками. То есть, отец не платит матери за секс. Или наоборот. Дети не платят за свое воспитание родителей. То есть, там все происходит по любви. То есть, люди просто живут вместе. У них общий холодильник, у них общие границы их недвижимости. У них общий доход, потому что отец, мать, там, кто-то там постарше зарабатывает. Бизнес какой-то семейный. Все приходит в дом, и там никто внутри не делит. Все друг за друга горой. Все друг за друга, как говорится. Ну, вот понятно же. Да, вот пример, в малом же подобии большого. Вот пример того, как можно жить. Выведи деньги на внешнюю границу. Оставь в семье. Мы, страна, мы как семья. Давайте перестанем у себя, в семье делить недвижимость, делить ресурсы. Это мой холодильник, это не мой холодильник, это моя морковка. Я только вырастил. Просто смог вырастить морковку. Ну, вырастим. И дай, кому можешь дать. Да, там, если до кого дотянулся, кто нуждается. А может, никто уже не нуждается. Делай, что можешь и раздавай всем, кому можно. Да, вроде библейские такие истины, там, не зря же написаны. Как прекрасно же от этого. Нет необходимости считать свои трудозатраты, потому что они у тебя перестают быть трудозатратами. Они у тебя такие созидательные, авторские работы. Потому что нет, перестает быть необходимость делать, что надо. Становится необходимость делать, что хочешь. А делаешь то, что хочешь всегда с удовольствием. Потому что тебе это нравится. Это твой досуг, это твой отдых, это твое хобби. Делай, что хочешь. Мы за это сами деньги сейчас платим, чтобы делать, что хотим. А ведь мы, делая, что хотят, мы можем создавать продукцию, товар, который нужен людям. Но только будем делать это с любовью. Товар вырастет в качестве 100 тысяч раз. Ну, в общем, я считаю, что просто ради того, чтобы хотя бы даже, хотя бы даже, опираясь на существующие примеры, которые я привел, в виде семьи, в тюрьме та же самая история. Люди в тюрьме, внутри, есть там, конечно, какие-то там образы, там, денег, там, существуют. Но они для других, там, целей существуют. Там не платят зарплату такую, что вот на тебе деньги, и ты пошел с этими деньгами, там, что-то там мутить. Да, там есть эта небольшая мотивация, там, что-то сюда, но она в другой степени. Там деньги точно так же, как и в семье, они ходят снаружи. То есть, есть там, те же, вот, мне кажется, и внутри на эти деньги, там, то есть, закупается там сырье, там, из которого, что-то там производится товар какой-то, еда, одежда. И внутри распределяется все, как говорится, как в семье, там, по товарищу, по семейству. Это тебе, это тебе, чтобы все были сытые, голодные, не голодные, одетые. Там, семья, тюрьма, там, ну, закрытые, даже, вот, кавказские диаспоры, вот, то, что там, наши, да, вот, сегодня существует. Ну, люди вынуждены на чужбине сбиваться в группы, там, соединяться, договариваться о взаимодействии, чтобы просто жить более уверенно. Становятся, так сказать, кругом своих. Есть вот 300 человек кавказцев, вот они держатся друг у друга, да, там, у них еще, там, сильные, там, семейные какие-то узы, традиции, уважения, там. И плюс они договорились, что если Вася печет хлеб, то у нас только Вася печет хлеб, а Гога у нас чинит автомобили. Ну, если мы чиним автомобили, все, у нас тут 300 человек, и у каждого семьи, и сотрудники, то мы чиним у Гоги. И у Гоги получается, что, получается, бизнес как бы успешен, потому что мы сами потребители Гоги. Пожалуйста, никто не запрещает тебе, там, твою машину починить не у Гоги, но лучше у Гоги, потому что Гога свой, и лучше деньги оставить в семье, потому что Гога потом придет у тебя пообедает и закажет кино, понимаешь. То есть, вот, создав сообщество с такой автономного, такого, скажем так, настроения, да, где, там, есть персонаж, он отвечает за определенное направление. И все по умолчанию, по договоренности обслуживаются у него, ну, хотя бы процентов на 25-30. Это ему уже делает бизнес, ему нет необходимости тратиться, там, на рекламу, на маркетинг, у него есть уже максимальный необходимый оборот клиентов в виде, вот, своего сообщества. И плюс он работает на внешнюю среду, на внешний рынок, и к нему идет внешний рынок, потому что он поддержан вот этой диаспорностью, да, то, что там у Гоги не могут быть плохие пирожки, потому что он печет для своих и продает излишки, как бы, на внешний рынок. Ну, в общем, тут целая история, которую можно, как бы, развивать. Вообще надо, мы же, естественно, наблюдатели, да, мы же следим за природой и подсматриваем какие-то вещи, и потом не зряем себе. То есть, почему не смотреть на вещи, которые удачно слаженные, есть же примеры, как складываются общественные устои, там, органично складываются. То есть, не когда их там строят, продумывают, у нищих, там, специалисты, а когда они органично складываются, как вот в семье, в тюрьме, просто вот в жестокую, ну, каких-то суровых более-менее условий, там, какие-то, заставляют людей вот как-то вести себя, примерно складываться в сообществе. Вот, так что вывод денег за периметр семьи и остановка, вот, внутренних денежно-финансовых взаимоотношений уберет, наверное, процентов 90 всех проблем общества. Какие-то вообще на 100%, какие-то на меньшем, но те же преступления точно, ну, по крайней мере, на материальной основе точно все уйдут, смысла нет. Ну, а преступления на почве религии, там, или, там, чувств, там, это, конечно, что-то останется, но согласитесь, что когда в целом в обществе общая доля психоза снижена значительно, благодаря определенному подходу и укладу, то и меньше возникает аспири каких-то, тем более на религиозную тематику, по-семейной, бытовуха не заедая, да, у всех все есть, все более-менее, как говорится, чувствуют себя прекрасно, чего психовать. То есть, я считаю, что это правильный путь решения вообще. Мир без денег, да, мир без денег. Автор телеги Сеня Кайнов. Автор телеги Сеня Кайнов.